Сегодня я решила приготовить супчик диетический из рецептов для похудения. Это супчик и шпината. Шпината нам нужно 300 грамм, 550 грамм воды, 50 грамм зелени, 1 яйцо, 50 грамм репчатого мука, лимонная кислота, соль, перец черный, лавровый лист, 20 грамм муки и 10 грамм сливочного масла. Итак, воду выливаем в кастрюлю и ставим кипятить. Шпинат с зелень моем, яйцо у нас уже готовое сваренное и мелко нарежем лук. Не надо, мы не подслабляем, потому что все-таки только генерация, и то, что бывает, то листочка попадает в грязь. Поэтому, как следует, нужно промыть, перец порежем. Даем шпинату стечь, и пока вода стекает, мы должны спассировать муку с маслом. В нагретую сковороду кладем масло, она должна растопиться, и смешиваем мы его с мукой и горячей водой. Немножко добавим из кастрюли сюда горячей воды. Мусор у нас растаяло, я добавляю температуру на среднее. И насыпаю туда муку, или нет, или нет, чтобы она не сразу взялась компон. Сюда же добавляем водички горячей из кастрюли, которая у нас уже как раз закупела. Вот, в общем, и вот, 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 и вот. И вот еще добавить воды, потому что достаточно высокий пуз, Убираем ее с собой и добавляем туда еще водички. Размешиваем так, чтобы не было комочков, равномерная была масса. Мука у нас будет уже готова. Сейчас быстренько нарежем щавель и положим в кипяток. В принципе, щавель можно нарезать заранее, потому что воды мало и она очень быстро закипает в кастрюле. Поэтому не обязательно воду ставить сначала. Можно сначала нарезать шпинат, потому что ему не придется долго лежать. Шпинат нарезаем небольшими полосочками вверх листьев. Самые толстые стебли я уже не режу. Вот так вот у нас нарезанный шпинат, нарезанная зелень и лук. Теперь нужно почистить еще и покрошить. У нас закипела вода и положим туда шпинат. Нарезанный шпинат. Получается, что практически его ближе не видно. Оставляем его немного покипеть. Пока почистим яйцом и порежем. Шпинат варим 5-6 минут. После этого снимем с огня и положим туда мелко нареженный орехчатый лук без обжарки. У нас уже все готово. Надо у нас уже кипеть минуты. И я добавляю туда муку спассированную с маслом. Думаю, что это немножко многовато муки. Потому что написано 2 чайные ложки на 20 грамм. 20 грамм не может быть 2 чайные ложки. Это всего 10 грамм скорее. Я добавила муку, размешала и накрою, чтобы она еще покипела. В общем, количество где-то 6 минут. Так, время вышло. И кладу туда мелко нарезанный орехчатый лук. Он должен настояться 10-15 минут. Закрою. И даем настояться 10-15 минут. В это время смешиваем нарезанную зелень. Рецепт порезанную. Добавляем туда лимонного софа или лимонной кислоты. Несколько капелек. Соль и перец по вкусу. Я положу щепоточку на глаз. И перчика. Лавровый лист положу в кастрюлю. Полученную смесь мы просто перемешиваем. И эту смесь мы будем добавлять в тарелку, когда кушать. Вот и все приготовление. В кастрюлю также добавим несколько капель лимонного сока. И оставляем настаиваться. Вот такой получился супчик я налила. Теперь добавляем отсюда заправки. Получается одна зелень. Сейчас попробую на вкус. Приятного аппетита. Все-таки я решила добавить еще немножко соли и лимонного сока. Я думаю неплохо было бы покрошить эту кастрюльку еще одно яичко. Вот так в принципе и неплохо. Приятного аппетита еще раз. Ига